здравствуйте дорогие подписчики зрители моего канала вот наши щенки выросли в этом месяце им 7 месяцев будет и мы готовим их к стерилизации то что готовим уже записали одну на среду на стерилизации наверное повезем чара сначала потом раду посмотрим что и хотим на стационаре оставить на все десять дней чтобы был медуход потому что держать сейчас на улице после операции нельзя они живут у нас вот в таком вольере в дом мы наконец-то сами перебрались вот из бани в дом на первом этаже мы закончили практически ремонт и если раньше мы его размещали у нас коридоре в доме когда не жили там то сейчас живем сами там вот получается завтра уже повезем чарку черненькую на стерилизацию вот они две красотки стоят очень большие очень высокие выше нашей ефки евка вот 19 килограмм они ну я не знаю ну кони программ наверно 25 значительно и и крупнее видите как они подружились у нас играют все хорошо иногда бывают что-то там она евка их за ухо прикусит то за шкирку тягает а так в целом все нормально рада побежала это вот утром мы гуляем рада нельзя друг другом что-нибудь повздорят рада нельзя постоянно то есть мы их не оставляем одних рада нельзя нельзя я сказала не оставляем их одних постоянно гуляем с ними рада то что у тебя сегодня какую-то штучку нашли ева и этой штучки дразит их сначала они за ней бегали отобирали теперь эта штучка и мне интересно лошадь чарка вообще бум бум на четырех лапах как прыгнет уже мне кажется уже раздавит кого-нибудь точно и тупо у неё то одно встаёт то не встаёт не знаю может у кого-то есть совет что что давать в обед каждый день я кормлю творогом со сметаной так они на корме на брите холода то вот были ну куда 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 обе вы чё делаете то заливала им горячим бульона мясным сейчас у нас минус 16 ой но им жарко посмотрела в вольере где не спят они даже не будки спят то есть они спят просто на соломе коврик резиновый постели вчера так нельзя рада рада нельзя сказала чара успокоились люби рада нельзя но у нас были холода да да минус 30 ночные прекрасная шуба выросла я так переживала как они будут зимовать там такая шесть чара фу очень плотная шерсть я говорю они просто-просто на резиновом коврике соломой спят в вольере то есть они даже не заходят в будку посмотрите какая красота выросла чарка черненькая очень умная пошли она идет с тобой оглядывается когда гуляешь боится потеряться немножко нет это все на улицу вывели ее она ничего никого не видит ничего не понимает ли надо нестись поводок тянет приучающих идти рядом стоять сидеть то есть вот такое вот это чара рада нельзя сама цепляешь ее каждодневные прогулки в обед мы выходим за участок как раз вот это вот ходим рядом че рада не цепляй перестань рада ох весь участок вытопчет мы уже думаем надо какой-то выгульником делать потому что но это старыш конечно то как они прыгают носится они даже не смотрят что что деревья там это то есть им все равно то есть это никаких цветов ничего у нас не будет летом вот ощущение что где-то вот в той области там где у них вольер нужно сделать выгульник вот там вот и выгуливать именно их в этом выгульнике либо за участок выходить сейчас пока мы за участок выходим только в обед время если есть у меня да я их вывожу подольше мы там гуляем сейчас у нас на горку на озеро приезжают люди катаются сейчас я поднимусь покажу сделали высокую горку нам метров пять наверно высоту и приезжает народ особо на субботу и воскресенье и наш это дикие я вот их вожу на горку они хоть на машины на людей смотрят на детей то есть у них наверно приходит это вот потихонечку понимание что мы не одни а так то есть например выгуливаем и человек идет лошади носится человек идет да и они начинают рычать и лаять вот видно видно вам нет но он она большая горка и прям скатываемся в озеро очень чудесно евка у нас еще это самое сами катались и она ко мне на батут садиться на меня прям и мы вместе с ней съезжаем это вот наша евка которая постарше которые два года будет 1 марта все три они у нас найдены же ой какая красота сегодня вот и льдины вот эти голы бы привезли и что-то вот из них ничего не сделали мы думали может что-то еще сделать нет так они остались а горка посмотрите вон она высокая шикарная прям стоит я столько народу мы с щенками ходим и я там стою с ними чтобы они привыкали к людям к другим чтобы не боялись звуков то есть вот такое вот их надо социализировать они у нас чего во дворе только гуляют общаются с нами мне кажется вообще до какого-то вот момента они думали что кроме нас никого и не существует больше на земле так что-то по-моему заигрались они